Продолжаем обсуждать статистику Генерального штаба, но уже пользуемся специальной графикой, которая показывает нам ситуацию на линии фронта. Итак, как сообщает Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица на Купинском направлении враг наступательных действий не вел. Теперь переходим к картам. Итак, начнем мы с Лиманского направления. Там нашими воинами отражено 14 атак противников в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка, это уже Луганская область. На Бахмутском направлении силами обороны отражено 8 атак противников в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановская и Андреевка Донецкой области. Авдеевское направление далее рассмотрим. Нашими защитниками там отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькая, Первомайская и Невельская. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного, это Донецкая область. Там враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении более-менее спокойно штурмовых действий, по крайней мере, там оккупант не вел. А вот в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса на Херсонском направлении силы обороны продолжают удержание позиций. Противник наступательных действий также там, на этом направлении, не вел. В целом можно сказать, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и техники истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника и подразделениями наших ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения военной техники. Три артиллерийских средства были уничтожены, три пункта управления и три склада боеприпасов противника также уже обесточены.